Я не уверен, что всех так волнует на самом деле этот вопрос. Но сразу отвечу на него нет. Непонятно, что мы будем делать в следующие 20 минут. Почему, конечно же, вас интересует, почему так провокационно, как нам кажется названной презентацией, так фатально звучит этот вопрос? Потому что есть ряд вещей, о которых мы совершенно не думали, и которые помешали нам на определенных этапах нашего становления как предпринимателей. Ну, конечно, семейный бизнес – это не сплошные разочарования и ссоры. Но 6 лет назад, когда мы начинали, мы даже подумать не могли, что совместное дело может внести какие-то сложности в наши личные отношения. Да, несколько слов о том, что это было за дело. Понятно, что с небольшим стартовым капиталом, там, я не знаю, 10-15 тысяч долларов, все, что могли мы организовать. Да, наш маленький кофейный Wargaming. Мы создали сеть кофейных аппаратов, которая выросла в итоге до 50 аппаратов, и успешно ей сегодня занимаются наши партнеры. Суть заключается в том, что Юля в этом бизнесе появилась совершенно случайно. Просто тот человек, которому я это делегировал, абсолютно не справился. Я это понял через 3 месяца, когда он мне сказал, что ИП в нашей стране открыть крайне сложно и практически невозможно. Я понял, что этот человек, который помогать мне заниматься бизнесом не будет. Сказал, Юля, ситуация критическая, у меня уже давно есть места под кофейные аппараты. Заниматься некому, возьмись, пожалуйста. Вот так у нас появился семейный бизнес случайно. Мы нырнули, у нас не было возможности задуматься над тем, что мы делаем с личной точки зрения. Наши отношения с этого момента стали меняться. А вот в какую сторону мы поняли гораздо позже, когда получили возможность вынырнуть и осмотреться. Сегодня мы хотели бы рассказать именно о тех рисках, с которыми столкнулись мы. Это наш опыт, и мы не говорим, что это применимо ко всем. Ну да, в общем, это только наш опыт, но, как выяснилось, не только наш. Посмотрите, на этих людей, вероятно, вы кого-то знаете. Сергей Брин, Анна Вайжицкий, в проекты, которые он активно инвестирует. Сергей Брин и Анна Вайжицкий много лет были мужем и женой, более восьми. Владимир Наталья Воробьева, это Натали Турос, один из крупнейших туроператоров постсоветского пространства. Евгений Наталья Касперский, ну тоже, в общем, всем известный. Что объединяет этих людей? Мы смотрим на них, и, зная их историю, мы говорим, что мы не хотим быть такими, как они. Ну не в том смысле, как Сергей Брин, у которого в состоянии 37 миллиардов долларов. Так мы, конечно, хотим, но мы не хотим другого. Эти три пары начали совместный бизнес, и все развелись, но продолжают вести бизнес вместе. Ну, с современной точки зрения, это цивилизованный развод, где люди работают вместе, но не смотрят друг на друга уже влюбленными глазами. Для нас семья, брак и отношения являются большей ценностью, нежели бизнес. И работая совместно и проживая эту жизнь совместно, мы стараемся не забывать об этом каждую минуту. Поэтому мы решили для себя в процессе какого-то количества лет, что семейный бизнес для нас не единственная возможность. То есть если мы дальше будем продолжать все как есть, то он просто погубит наши отношения. Из-за чего мы постарались сформулировать основные принципы, основные вещи, на которые мы абсолютно не обратили внимания в начале, но которые, вероятно, помогут людям, только начинающим сегодня совместный бизнес. Итак, главное, о чем, на наш взгляд, следует договориться между собой на суше, это ожидание. То есть то, чего вы ждете от бизнеса. Наверное, это упражнение стоит сделать и не обязательно супругам, бизнес-партнерам, а в принципе всем, кто является партнерами. Просто два листа бумаги. Может быть, есть для этого какие-то более эффективные инструменты, но мы за самые простые. Два листа бумаги. Берете и описываете свое видение совместного бизнеса. Причем, чем больше цифр, количество выражения, фактов и так далее, тем лучше, тем понятнее будет, что вы себе представляете. Я могу признаться, что когда мы начинали заниматься кофейными аппаратами, мой взгляд на этот бизнес скорее был более романтичным, нежели каким-то таким реалистичным и прагматичным. У нас появилось пять кофейных аппаратов, потом 10, 17, 30. Они приносили, естественно, прибыль. И я считала… Не естественно, но нам приносили. Я считала это хорошим подспорьем для девушки, которая находится в декретном отпуске. Ну и как бы вот прибыль, вот бизнес, класс, все хорошо. Но для меня, как для человека, закончившего MBA, ну пускай MBA и БГУ, но все равно MBA это хороший был опыт, который перестроил мозг. Это был все-таки бизнес-проект с соответствующими показателями рентабельности, точкой безубыточности и так далее. Но всеми этими скучными, по мнению Юли, вещами. И вы не представляете, какое количество споров было по поводу того, что все идет хорошо. На мой взгляд, все шло совершенно, да. Совершенно не так, как бы этого хотелось. И на этом глобальном строятся более мелкие споры. Заняться сегодня работой или немного отдохнуть, ну и так далее. Поэтому наш вывод, если ваши ожидания по поводу бизнеса отличаются, и вы не в состоянии о них договориться, не занимайтесь совместным бизнесом с супругом, ибо это губительно для вашего брака. Следующая важнейшая вещь – это полномочия и ответственность. В большинстве мелких семейных бизнесов все отвечают за все и друг друга тянут в разные стороны. Со временем мы поняли, что двух лидеров быть не может. У каждого должны быть свои функции, своя зона ответственности, и каждый из нас должен понимать, кто и за что отвечает. Действительно, в большинстве мелких семейных бизнесов, в том числе интересные истории, которые описываются на ProBusiness, которые, я уверен, вы все читаете, там, ну, например, пара решила заняться продажей колготок. И каждый из них – и водитель, и бухгалтер, и директор, и все вместе. Но если их спросить, кто конкретно у вас в этом маленьком семейном бизнесе отвечает за что, наверняка ответа четкого не последует. На наш взгляд это губительно. Даже в маленьком семейном бизнесе, где вас уже двое, стоит делить функции, причем делить тоже, ну, очень простым способом. Сильные стороны друг друга. Четко определите, в чем вы сильны, делайте только это, и за это отвечайте перед своим партнером прежде всего. И уже в новом бизнесе, в «Мама дома», в нашей сети блинных, мы очень четко разграничили свои зоны ответственности. На сегодняшний день я являюсь директором по развитию. Я начинаю строительство объекта, запускаю его, провожу исследования по технологии, подбираю персонал, работаю с поставщиками. Естественно, у меня есть подчинение люди, которым я делегирую свои какие-то полномочия. Денис, чем ты? Ну что мне остается? Ну там формирование идеологии долгосрочных целей, маркетинг, управленческий учет. В общем, как вы понимаете, не так уж и много, но самое главное, что эти вещи делегированы. Просто как сильные стороны. Есть тот человек, который говорит больше об этом бизнесе, а есть тот, кто его реально делает. Еще одна важнейшая вещь. Постоянно вместе. Казалось бы, ну что тут плохого из того, что вы постоянно вместе и на работе? Ну, наш первый бизнес, наши кофейные аппараты начинались на кухне нашей однокомнатной квартиры, где я бегала с четырехмесячным ребенком. Здесь мы кушали, завтракали, жили, обсуждали все планы, бизнес, какие-то мысли. И все это проходило в одном пространстве. Для меня это было как бы тяжело, потому что наша квартира наполнялась не уютной семейной атмосферой, а рабочей, офисной атмосферой, энергетикой. И ты в этом варишься все время. И по сути тебе выйти там, переключиться или зарядиться энергией негде. Да, выписка накладных, там иногда даже прием товара, который шел на балкон. На первом этапе мы совершенно серьезно занимались вот всем этим у себя. Естественно, семейная атмосфера была нарушена. Когда мы стали анализировать, мы поняли, что в этом часть проблем. Поэтому наш совет, но, наверное, многие уже испытали это и на личном опыте, бросайте домашний офис при первой же возможности. Особенно, если вы работаете вместе с супругом, и, соответственно, это нарушает вашу личную внутреннюю гармонию, у вас должно быть свое личное пространство чисто физически. И сейчас, когда мы работаем уже в офисе, в разных офисах, в принципе, с Денисом, второе правило, которое мы используем, мы уезжаем на работу по отдельности и возвращаемся с работы тоже по отдельности. Ну, насколько это возможно? Для того, чтобы… Во-первых, мы едем в разное время, да? Для того, чтобы избавиться от каких-то рабочих мыслей, которые могут нас преследовать, просто подумать о своем и приехать, войти в новый статус супруга. Есть еще одна важнейшая вещь. Отдыхайте все-таки побольше. Потому что вот мы почувствовали это на себе. Это, наверное, та точка, о которой говорил Андрей. Когда три года уже прошло, уже сеть начала приносить, ну, в общем-то, ощутимый доход. Я ушел с постоянной работой, которая у меня там когда-то была штатной. И за этот год, это был 2013, мы посчитали, что мы отдыхали 8 раз по 5 дней и более. Куда-то уезжали. Ну, более мелкие поездки мы не считаем. То есть это называется дорвались, да, когда ты сам себе хозяин, когда ты можешь ехать, ну, в общем, куда захочешь. Автоматически смена обстановки, она уже означает смену ваших ролей. Вы уже не бизнес-партнеры, вы уже все-таки там можете почувствовать себя мужем и женой. Общение на рабочие темы. Безусловно, вещь, без которой в вашем доме невозможен семейный бизнес. Как мы отвечаем для себя на вопрос, стоит ли говорить на семейные темы? Вероятно, многие знают, читали, слышали такого российского бизнес-тренера Радислава Гондопасова, у которого есть такой инструмент, призови себя в армию. Так вот, мы считаем, что на первом этапе, когда у вас стартап, все подчинено целям бизнеса, вы 24 часа в сутки думаете только о службе, о том, что когда-нибудь наступит дембель. Соответственно, вы совершенно спокойно общаетесь на рабочие темы дома и не напрягаетесь по этому поводу. Да, в один с вечера звонит решить рабочий вопрос какой-нибудь поставщик или еще что-то сломалось, вы совершенно спокойно берете и решаете, потому что сейчас вы стартап, и у вас такой этап, бизнес 24 часа. Но по мере роста бизнеса отказывайтесь от разговоров о работе дома. На наш взгляд, это такой серьезный показатель стабильности и взросления вашего дела. Да, устраивайте выходные от работы. Что такое выходной? В нашем понимании, это исключительно день, когда вы не говорите о работе. Неважно, где вы находитесь физически, вы просто в этот день не общаетесь на рабочие темы вообще. Значит, у нас был выходной. Это может быть даже вторник, если нам этого очень захочется. Ну и вот важнейшая вещь, о которой много говорила Ольга. Роль женщины. Роль женщины все равно не бизнес, не про-бизнес, не все те серьезные деловые вещи, о которых шла речь. Конечно, роль женщины не быть сломовой лошадью, а все-таки это семья, это забота о детях, создание домашнего уюта. Я тоже так считаю. И очень здорово, если это все получается гармонично сочетать вместе с работой. Но что касается меня, я каждый день, иногда и по несколько раз на день становлюсь перед выбором посвятить время работе или своей семье, своим близким. Например, элементарная ситуация, когда нужно, например, встретиться с поставщиком, протестировать новый блинный аппарат, посмотреть, как он работает, или повыпекать блинчики в песочнице с младшей дочерью. И, конечно, делать этот выбор очень сложно. Что должен сделать мужчина, у которого бизнес-партнер – женщина? Вот здесь, когда включаются вещи, связанные с материнством, как бы ни было сложно вам сейчас на рабочем месте, какой бы ни был завал, какие-то трудности, бизнес-партнера – женщину нужно отпустить. Понять, поддержать и отпустить туда, в материнство, по первой же просьбе, если она этого хочет. Мы, конечно, с Юлей планируем еще детей. Я отлично понимаю, что просто план B на этот случай всегда должен быть, и причем в какой-то, может быть, неожиданный момент. То есть просто с развитием компании это не совпадет, но мне нужно будет отпустить. Если у вас бизнес-партнер – женщина, то такой риск всегда присутствует. Но есть и другие радости, связанные с этим. И вот мы добрались до очень важного внешнего фактора. Это отношение коллег и сотрудников. В некоторых компаниях, у нас пока нет, но в некоторых компаниях вообще запрещено работать семейным тандемом. Не знаю, как это реализовано у вас, но нас больше пока волнует другое. Есть люди, которых мы наняли как управляющих по определенным функциям в нашем бизнесе, и они понимают, что выше только семья. То есть как бы выше головы не прыгнешь, иначе нужно стать, ну не знаю, членом. Части семьи. Да, каким-то образом. Ответ на этот вопрос очень простой. Нужно продемонстрировать работникам, что мы сделали, например, с недавно нанятым управляющим. Отсутствие этого предела. То есть через какое-то количество лет, если все будет развиваться так, как мы запланировали, ты сможешь стать акционером, ты сможешь получить долю, и для этого тебе совершенно не обязательно быть частью семьи и вступать с нами в какие-то отношения. То есть семья не должна быть потолком. Учитывая, что у нас управляющая женщина, Денис Тон. Я понял. И вот важный момент, друзья, который, конечно же, беспокоит нас. Я хочу узнать, всем ли в зале 18 лет, но вроде бы да. Это бизнес-мероприятие, да, тема деликатная, но согласитесь, это важный аспект в отношениях между супругами. И в тот момент, когда вы начнете бизнес, я не знаю, как это у вас, может, вы как-то по-другому, но у нас это двойной удар, да, с двух сторон. Почему двойной? Ну, мы назвали двойной, потому что настроение и вдохновение на какие-то вечерние романтические отношения может не быть у двоих и по одной и той же причине. Да, как говорится, с работой уже все позанимались, поэтому нет сил заниматься другими вещами. Ну, я, например, думаю, что мужчины, если их партнером является женщина, тем более супруга, должны помнить, что эмоциональное состояние женщины, настрой для каких-то вечерних дел, оно формируется весь день. И, на мой взгляд, если утром мне звонит мой партнер и начинает бурчать в телефон раздраженным голосом, что директор по развитию плохо работает, в обед он начинает бурчать еще по какому-нибудь поводу, то вряд ли я буду… Не ждать, ничего не ждать, в общем, оживительно. Друзья, это действительно так. Мы, может быть, поняли эту особенность женского характера не сразу. Подготовка для мужчины, она может занимать какие-то секунды. А для женщины весь день длится вот этот вот эмоциональный настрой. Естественно, если вы занимаетесь бизнесом, с ней вы должны быть особенно деликатны. Теперь выводы. То, что мы хотели сказать. Опять же, ничего сверхъестественного, но нам это помогает. Противоречий личных много. В данный момент, если они будут тянуть команду и компанию вниз, но момент сложный, кризисный, понятно, что всем нелегко развиваться в этот период, эти внутренние противоречия могут еще больше нас утопить. Поэтому тут вещи, которые мы для себя постановили как важные для разрешения споров, прежде всего, конечно, разговор. Да, как только мы поженились, наверное, в первый день нашей совместной жизни, мы для себя приняли правила нашей семьи. Мы никогда не ложимся спать, пока не разрешим конфликт, который назрел в течение дня, или друг другу не скажем, кто чем недоволен, и не поделимся этим. В личной жизни нам это очень помогло, и когда у нас появился бизнес, и мы стали сталкиваться еще и по бизнесу, мы решили, что это правило нужно внедрять. И если я считаю, что мой партнер по бизнесу со мной грубо разговаривает, я обязательно об этом скажу, но не истерично, а спокойно, не знаю, там, с мини-тон или давай поговорим спокойно. Разговоры — это наше самое главное правило и в семейной жизни, и на работе. Как вы уже поняли, некоторые вещи мы любим выражать на бумаге, и это проще. Кто мы по психотипу? Нет, интроверты, да? Ну, по крайней мере, один из нас точно, да? То есть мне проще читать, и когда вы пишете какие-то вещи на бумаге, они действительно становятся не такими противоречивыми, не такими агрессивными. Ну и, конечно, важная вещь, да, мы читаем и про бизнес, и другие специальные вещи, которые там Forbes Woman, я иногда тоже почитаю, хоть это и Woman. На самом деле много историй, которые позволяют понять, что ситуации, происходившие на разных этапах в семейном бизнесе, они совпадают у вас, у других людей. Вот мы сегодня слушали наших спикеров и тоже многое для себя почерпнули, что мы не одиноки. Ну и особенно читая какие-то статьи о семейных взаимоотношениях бизнес-партнеров, ну иногда приятно порадоваться, что ты не один сталкиваешься с такими проблемами, и вот у людей тоже такое бывает. Что в заключение всего вышесказанного? Когда мы начинали, я видел для себя единственную возможность заниматься бизнесом, работать с человеком, которому я буду доверять. Конечно же, жена, потому что это еще и мой лучший друг. Ну а с кем же еще, как не с ней? И естественно, что этот человек, который меня всегда поддерживает, поймет, я не понимал, как можно делать это с кем-то еще. Но сегодня, когда в некотором смысле по вышеперечисленным причинам и противоречиям у нас стало много разногласий, ну, безусловно, мы сейчас уже в одной лодке, мы уже плывем давным-давно, но если бы меня спросили сейчас однозначно, рекомендуешь ли ты заниматься бизнесом с семьей, или все-таки жена должна быть у тебя генеральным директором твоей семьи, я бы глубоко задумался и не бросился бы в этот ум с головой так, как я это сделал шесть лет назад. Потому что да, Юля тянет лямку вместе со мной, и я боюсь ее потерять как бизнес-партнера, но вместе с тем я понимаю, что эти отношения могут стать губительными для других отношений. Поэтому выбор не простой. Задумайтесь об этом, прежде чем вы начнете. Спасибо.